Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Ой, какое платье. Вам нравится? Дуже. Это я сама пошила. Звистно, такая же падение. Да, столько людей погибло. Я не могу поверить, что уже завтра увижу родные места. Ой, село так и не отбудовали. Да наше. Людей немає. Ну что, давайте чат пить. Я ще настойники принесла. Ой, не-не-не, я пить не буду. Наша місцева облепихова. Ни где такое немає. Такий аромат? На здоров'ечко. Выпьемо потрошку. Очень вкусно. Вечуваєш? Да яке послевкусие. Слухаю. Алло. Ни, ни ціна Анисія Трофимовна. Зараз. Вас. Звучить. Алло. Анисія Трофимовна? Да, слушаю. Журналист газеты «Вперед». Сергій Гривачев. А, не впізнала голос. Сергій. Знакомий. А сегодня? Как-то поздновато уже. Ах, вот как. Ну, ладно. Да, я остановилась у теті Анны. Угу. Да, буду ждать. До свидания. Говорят, уже к утру должен быть в газете. Ой, ну, тоді я побіжу. Завтра вранці буду. А, а вы не могли б мене утречком кипятильник принести? Я хочу воду поставить, голову помыть. Так на грубці ж можна. Так, як-то довго, да я не... Ну, добре. Спасибо. Анисія Трофимовна, прокидайтеся, я вам кипятильник принесла. О, Боже. Анисія. Шоцца. Октябрь 54-го. Поселок городского типа Бородянка. Убита Анисія Шульга. Интересное имя Анисія. Никогда не встречал. Да, имя редкое. Мне на ум приходит только Анисія Толстая. Была такая придворная дама у Екатерины Первой. Ой, Боже мой, ну, надо же, это как будто приросла. Давайте откроем. Что в бутылке? Настойка? Да, наливка, наливка. Я когда-то очень увлекалась. Ой, Артем, целая наука. Да ладно, не преувеличивайте. Что здесь сложного? Взял фрукты там или ягоды, спирт, сахар и настаивай себе недельки две. Пожалуйста. Спасибо. Не скажите, не скажите. Тут очень важна пропорция. Ну, например, сок фруктов. Даже больше, настойка может забродить. Даже меньше, получится горькое, как одеколон. И все зависит, какой фрукт, какая ягода. У каждого фрукта и у каждой ягоды своя пропорция, свой рецепт. Интересно рассказывать. От малой доли очень многое зависит. Как, кстати, и в этом деле. Так, значит, вызвали группу из Киева. Вот это правильно. В Бородянке-то поди найди спецов по убийству. Угу. Прибыла сама Кожан. Афанасьич, ну и что я должен докладывать? Ты хоть ее осмотри, что ли? Чертова нога не согнусь. Так, может, перевернем? Так, 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 граждане, без самодеятельности. Капитан Угрок Лавдия Кожан. А вы кто такие? Лейтенант Креславский Михаил Николаевич. Местный участковый. А это хозяйка, Анна Сергеевна. Это я ее увидела. С кипятильником пришла, а тут вот. А почему она вообще была в вашем доме? Да голова нашей райвы конкома просит, чтобы я гостей приймала. Дочка в Киеве. А что она в Бородянке делала? Так приехала же на открытие памятника Урасти. Урасти? А это что такое? Село. В 43-м немцы все село спалили с людьми. А Ницка жива осталась. Безовсе мала была. Так погодите. Три часа осталось до открытия. Все начальство будет. Из области, из республики. Может пока не будем говорить про убийство? Значит так. Давайте без самоуправства. Вы доложите, а они пускай как решат. Она же специально приехала на открытие. Она даже тогда, когда всех спалили, выжила. А сейчас в мирное время. И что, ни одного односельчанина? Единицы. Я оттуда. Вуйчик. Тоже Расковский. У нас в Бородянке живет. Фронтовик. Он памятник как раз будет открывать. А вы специалист, да? Да. Местный фельдшер. Вот Танечка позвала. А может помочь. Чем помочь? Смерть? Мгновенно. Так, товарищи, давайте выходим на улицу. Мы возьмем у вас показания и будете свободны. Удар очень точный. Мгновенная смерть. Выходим. Выходим на улицу. Вы знаете, фельдшер правду говорит. Удар очень точный и профессиональный. Нож стороны формы и рана неровная. Видите, как будто сверху вниз идет. Я так понимаю, нож кривой. Как у пиратов. Когда убили? Ну, судя по окоченению, где-то часов 11 назад. Это получается где-то 10 вечера. На подоконнике кровавый отпечаток пальца и следы от обуви. Очень смазанные. Через окно ушел. Угу. Еще один плюс в пользу этой версии. Я пойду с той стороны посмотрю. Угу. Серги и кулон не взяли. А сколько вам нужно времени на осмотр тела, Варвара Андреевна? Полчаса точно. Ясно. Я тогда на улице. Не ограбление. Да и в комнате порядок. Ничего не искали, ничего не украли. Ну, это не факт. Может, взял. Но знал, где лежит. Здесь тоже следы. Размер стопы где-то 27-27,5 сантиметра. Так, Вань, давай-ка мы сейчас выйдем на улицу, опросим местных. Миша, а что случилось? Я пришел, люди говорят, что... Да, Анатолий Степанович, что-то как раз вопергруппа, вот. Товарищ, а вы кто? Так и не свиделись. Да как сказать, кто? Земляк, односельчанин. Мы с Анисией даже родственники какие-то дальние. Наши раски половина родственники. Нам бы узнать о ней побольше. Да, что я знаю. Видел ее девчонкой в 41-м, когда на фронт уходил. А тут сказали, нашлась. Пригласили на открытие памятника. Живет в Харькове. Замужем. Штамп в паспорте есть. Детей нет. Так я ее на вокзале скачал. Так что же вы молчите? Вы сами сказали выйти. Она получается из Харькова в Киев, а там на электричке до Бородянки. А там я ее забрал и к тете Ане отнес. А как договорились встретиться? Не договаривались. В райсовете сказали встретить, а там она сама нашла. Товарищ Шульга? Нет, вы ошиблись. О, привет, участковый. Здорово. Я тут пассажирку одну ищу. Шульга фамилия. О, можешь не искать. Мы ее к себе забрали. Куда это к себе? В опорный пункт. Да не переживай, в клетке не держим. К ней мужик один на станции прицепился. Пришлось мешаться. И что мужик хотел? А что муж обычно от жены хочет? Но мы в семейной диаллане вмешиваемся. И правильно делаем. Она к нему претензий не имела. Ничего не понял. А куда муж делся? Да крутился где-то. Может, в Киев поехал. А тебе он нужен или она? Она. Так забирай. У нас сидит, ждет тебя. Ясно. Как фамилия дежурного милиционера? Лейтенант Агуля. О, Гуля. Записал. Скажите, а вы не знаете, у вас в селе ни у кого нету ножа с кривым лезвием? Или серпа? С кривым лезвием нож? Нет, не видел. А вот серп в любом доме есть. Нам с Анатолием Степановичем нужно на мероприятие. Там начальство подъема. Езжайте, езжайте. Ну, если я здесь не нужен, я тоже пойду. Идите. Подельница, товарищ следовательница, вчера, у півдев'ятої до Аниси звонив журналіст газеты вперед. Вони домовились, що він до неї приїде. Вони приїде. Тысяч из них со всем местным населением. Людей загоняли в деревянные хлева, церкви, сараи, амбары, обливали здания горючими веществами, поджигали. Тех, кто пытался спастись и выбегал из горящего помещения, расстреливали на месте. Подобные показательные карательные операции производили части СС в тех местах, где особенно активно действовали партизаны. Так, с этим еще нужно разобраться. Так, поставлено под срыв идеологически важное мероприятие. Я не удивлюсь, если это окажется диверсией. Но памятник мы откроем, и вы выступите. Да, хорошо. Так, Сергей, а ты сфотографируй, чтобы товарищ Вуйчик с орденами и памятник. Ну, в общем, ты понял. О, а они уже тут. В Киевской области произошло убийство Анисии Шульги. Девушку убили точным ударом ножа в сердце. Анисия приехала из Харькова на открытие памятника жертвам нацистов. Во время войны село, в котором она жила, было полностью уничтожено. Погибли почти все жители. Хозяйка дома, в котором остановилась девушка, сообщила. Накануне вечером ей звонил журналист газеты «Вперед» Сергей Гривачевский. Он предупредил, что приедет к гостям. Девушку убили точным ударом ножа в сердце. Девушку убили точным ударом ножа в сердце. Девушку убили точным ударом ножа в сердце. Здравствуйте. Вы... Мы из милиции по убийству. Так, давайте немножко позже. Сейчас начальство подъедет. Товарищ председатель сельсовета, давайте-ка отойдем. Ну, идем. В вашем районном центре произошло убийство. Вы пригласили на мероприятие гражданку Шульгу. Что вы о ней знали? Ну, что раскопали местные следопыты, то и знал. Ребенком выжила при уничтожении Раски. Детдом. Жила в Харькове замужем. Это все? Ну, я не местный. Я по назначению приехал в 47-м. Я тут и своих не всех-то знаю, а уже про нее... Марк Ефремович, можно вас попросить встать вместе? Да, пожалуйста. Ваша фамилия Гривачевский? Откуда вы знаете? Когда вы сюда приехали? А где-то час назад, а что? А кто-то это видел? Марк Ефремович видел, он меня подвез, его водитель. Да-да, товарищи, я вас умоляю, руководство из области. Хорошо, хорошо, мы поняли. Давайте отойдем. Надо же снять. Успеете. Это вы вчера вечером звонили Шульге? Шульге? Кто это? Шульга. И для кого этот цирк? А вот, да, Анисия. Нет, зачем и куда ей звонить? Звонить? Тетя Аня у Бородянки. И не делайте вид, что вы не знали, что в ее доме есть телефон. Знаю я про ее телефон, но ей я не звонил. Где вы были вчера вечером с восьми до полуночи? Не до полуночи, а до утра в Переяславе Хмельницкого. А что вы там делали? Работал командировка, выставка народного творчества Киевской области. И кто же может это подтвердить? До полгорода было на открытии выставки. Потом посещали новый цех кирпичного завода, банкет. Конкретно кто? Начальник завода Киселевич, замглавного бухгалтера Лида Тернова. Я с ней танцевал. Танцы перечислять? Медленный вальс. Ольга, Бастон. И уже с утра здесь? Ну да, с Переяслава Хмельницкого до Бородянки. А там меня вон председатель Марк Ефремович подхватил и привез сюда. Мы все проверим, а если нужно будет, вызовем вас. Так что вполне могла сохраниться. Но пробовать нет, я бы не рискнула. Слушайте, ну проверка показала, что журналист погибший не звонил. Значит, его можно вычеркивать из списка подозреваемых. Кто же тогда и зачем? Возможно, что-то личное. Одно наверняка. Убийца знал журналиста и знал, по какой причине Шульга приехал в Бородянку. Молодец. Для начала неплохо. Здравствуйте. Здравия желаю, гражданочка. Что случилось? Капитан уголовного розыска Кожан Клавдия Ивановна. Железнодорожная милиция лейтенанта Гуля. Очень хорошо. Вот вы как раз мне и нужны. Мы расследуем убийство вот этой девушки. Вы знаете ее? Ой, божечки. Так, значит, не шутил муж. А вы думали, что шутил? Плохо. Так у нас ведь распоряжение. В семейные дела не влазить. Она говорит, я претензий к нему не имею. А я говорю, пусть пройдет, посидит, охолонит. Погодите, погодите. Давайте все по порядку. Так я же говорю, все по порядку. Я стою, она идет. И мужик этот хромой. Анисия, постой, Анисия! Отстань, а? Ты что за мной следишь? Имею право проверять. Какое право? Я муж. Ну, мы это исправим. Ах ты что? Это что такое? Ты чего к гражданке прицепился? Я сейчас тебя быстро утихомирю. Товарищ милиционер, это мой муж. Ах, муж. Документы есть? Да. Семейное положение. Брак зарегистрирован с Федором Бородко. Ваша фамилия Бородко? Ему нужно остыть немного. В опорном пункте он у меня быстро остынет. Нет. Пожалуйста, он погуляет минут десять и успокоится. Правда, Федя? Что-то я в вашем Феде не уверен. Так, гражданочка, идите к нам, посидите и успокойтесь. А меня вообще-то должны забрать. Заберут, не переживайте. У нас тут народу немного, не потеряйтесь. Идите, посидите. Теперь ты, Федя. Документы есть? Смотри, в кармане. Да я муж ее. Просто ей в башку моча брызнул, вот и дурит. Действительно, муж. Все равно, Федя, мелкое хулиганство. И мне кажется, это ты дуришь. Может, и я. Видал? Молодая, красивая. А я, он, инвалид, на фронте пол ноги потерял. Воевал? В сорок первого. И не царапины, а не контузии. А под Берлином мужик и нету. А я до Берлина так и не дошел. В Бреславу остановились. Ладно, Федя, иди. И не бузи, а то замету. Спасибо, браток. Мужик такой вроде нормальный, не преступник. Да и она сама не уехала. Ее Бородянский участковый забрал. А имя, фамилию мужа запомнили? Так точно. Федор Бородко. Прописка Харьковская. И он сразу ушел? Вы его больше не видели? Нет, не видел. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Скучаем. Сиди, 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 Ваня. Так, муж, Федор Бородко. На работе отпросился в Харькове. Уже три дня не видели. Ага. Надо розыск подавать. Надо, Ваня, надо. Подавай. Что у вас? По отпечатку пока ничего. Зато орудие убийства. Похоже, лезвие углом. Это как? Листик можно? Да. Примерно вот такой. Видел такой? Зачем такой? Страшная штука. Может быть, конечно, это серп. Но вероятнее всего, это нож кукри. Кукри, кукри. Не слышал? Непальское оружие. Непальский нож был на вооружении у англичан. Во время войны... То есть ты хочешь сказать, что этот, как его... Кукри. Ну да. У кого-то с войны хранился? Я ничего не хочу сказать. Может быть, никакой не кукри, но что-то кривое. Убийца знал, куда целиться. Сознанием дела. Мы вообще-то на помощь рассчитывали. Вы окончательно запутали. Муж ее во время войны артиллеристом был. Но откуда у него такой нож? И потом, сейчас он вообще журналистом в газете «Социалистическая Харьковщина» работает. А вот это как раз ему минус. Это еще почему? Ну, журналисты, они как-то между собой знакомы. Может, этот муж, Федор, знал Гривачевского. Вот и позвонил бабе Ане и представился его именем. Ну, откуда у него номер телефона бабы Ане? И потом, где Бородянка, а где Харьков? Ну, тогда я вообще ничего не понимаю. Вот я и говорю, что в Харьков надо ехать. И этого мужа Федора искать. Так что собирайся, Вань. Ну, надо так надо. Надо, Вань, надо. Если муж погибший воевал, то какое-то экзотическое оружие, теоретически, с фронта он привезти мог. Ну, там, трофей или подарок союзника. Мало ли. Вот мой дед, например, с войны трубку привез. Индейцы такой курили. Подарил однополчанину. А где он ее взял, вот это уже... У другого однополчанина. Ну, как-то так. Во всяком случае, с англичанами на Эльбе никто из них не встречался. Ну, муж, конечно, хорошая кандидатура в подозреваемые. Так а это что, ориентировка? Бега подался? Вначале так и подумали, поэтому и отправили ориентировку. А потом что оказалось? Артем, ну что я вам буду все секреты открывать? Лейтенант Матюха. Киевский уголовный розыск. Так, нас интересует ваш сотрудник, Федор Бородько. А что с ним не так? Федя взял отпуск за свой счет на пять дней. Не говорил, для чего взял? Так за тем, чтобы поехать в ваши края. У него жена из-под Киева. Что случилось? А какую бы характеристику вы ему дали? Ну, знаете, мы с ним коллеги, не друзья. У Феди хороший слог. Он не преступник, это точно. Я бы мог понять, что... А в личной жизни? Немного вспыльчивый, ревнивый. Ну что, набедокурил? Скажите, а с его женой у него никаких инцидентов не было? Про жену я вообще ничего не знаю. До нее он встречался с нашей буфетчице. Это было года три назад. Света, стой, я тебе сказал! Отстань, Федя! Да пусти, мне больно! А мне? Нашла здорового мужика, а инвалида бросаешь. Да при чем тут инвалид? Я устала. Ходишь со мной по пятам, разнюхиваешь. А ты как хотела? Я не так хотела! Пусти, ну все! Федя, успокойся, не трогай женщину. Я с твоими хахалями еще разберусь. Еще в ногах валяться будешь, тварь. Федь, я случайно. Иди отсюда! Хороший он мужик. Только вот хромоту свою слишком болезненно воспринимает. Я ему говорю, смотри, сколько людей на колесиках. Семьи потеряли и что? Живут! А он про ногу свою говорит и говорит. Говорит и говорит. А с кем-нибудь из коллег близко общался? Нет, он, знаете, такой одиночка. Слушайте, вы мне можете в конце концов сказать, что тут происходит? Жену его убили. А он, в общем, нигде найти мы его не можем. Вы что, думаете, что он? Скажите, какая у вашей газеты связь с Бородянской районкой вперед? Впервые я слышал про такую газету. А с журналистом Гривочевским вы не знакомы? Нет. Ладно. Спасибо. До свидания. До свидания. Мужик, ты кто? Лейтенант милиции Матюха. Милиция? Я не вызывал милицию. Меня пол Харькова знает. Зачем милиция? Лейтенант Матюха. Из Киева. Ты что, заблудился, лейтенант? Я, между прочим, капитан. Запас. Аниска писала на меня заявление? Анисия Трофимовна Шульга убита. Плохая шутка. Я не шучу. Кто убил? Вас видели на железнодорожной станции Бородянка. В тот день. Было. Сказала, родное село поеду. Решил проверить. Бросить меня хотела. Одноногого. Да что ты из себя несчастного строишь? Ты с женой ругался на станции. А через три часа раз, и Анисию зарезали. Зарезали? Нет. Я бы никогда. Кто? Убью. Да сиди ты. Ну ты и нервный капитан. Значит так, ты сейчас встаешь и спокойненько проследуешь за мной в отделение, понял? Или наряд вызову и отвезу. Да поспокойся ты, успеешь в отделение. Ты что, правда думаешь, что это я? А на кого мне думать? Ты же за ней поехал. Любовника не я был. С чего ты взял? Чувствовал. И видел. Обязательно. Я буду ждать. Приезжай. Да как-то... Дорогу я оплачу. Туда и обратно. Я не знаю. У меня муж и... Ну а что муж? Ну там ведь тоже не чужие. Ну как мне приехать, а? Ну хорошо. Точно? Обещаю. Я приеду. Вот ты умница. Вот хорошо. И куда это ты собралась? Это кто? Слышь, мужик? Ты куда это моя жену? Веня, успокойся. Веня, Веня, простите, пожалуйста, возьмите фотографию. Давайте я вас проведу. Да. Я обязательно приеду. Я не понял. Ты куда собралась? Разводиться я собралась, Веня. Устала. Анисия. Кто этот мужик? Ты знаешь? Она сказала, что директор какой-то... Какого-то музея. Проверял? Нет. Не до этого было. Я просил, молял. Как чувствовал, что плохо кончится. Как звали этого директора? Знаешь? Имени не помню. А вот отчество Серафимович запомнил. Маму мою, Симой, звали. Ты зачем за своей женой поехал? Не знаю. Проследить. Нашел ее билет на поезд. Купил себе. До Киева доехала. Меня не заметила. И в Бородянке тоже. Только на станции увидела и скандал устроила. Милиция вмешалась. А потом? А потом куда-то делось. Я всю Бородянку пешком на одной ноге. И ближние села. Не нашел. Короче. Где ты был 15 числа с 8 до полуночи? В селе Песковка. Стемнело. Последний автобус ушел. Я попросился переночевать в бабке одной. И на следующий день в Киев. А потом в Харьков. Что за бабка? Мария Трофимовна зовут. Как фамилия? Не знаю. Ты Гривачевского знаешь? Кто это? Журналист газеты «Вперед». Что за газета? Бородянская. Нет. Не знаю. На кой мне твой журналист из газеты «Вперед»? Ладно. Собирайся. Поехали. В Киев, что ли? Пока хватит с тебя и Харькова. В отделении отпечатки пальцев откатаем. А я в Песковке проверю твоё алиби. Да, Андрей Геннадьевич, слушаю тебя. Ну, Клавдия Ивановна, пальчики на месте преступления не принадлежат Бородку. Да. Ну, понятно же, что не он. Да и обувь в доме, где шульгу убили, тоже не его. Угу. Здравствуй, Ивань. Здравствуйте. А я в Песковке был. Лично общался с бабкой, которая взяла его на ночлег. Но не мог он прыгнуть в Бородянку. Никак не мог. А что это за мужик приезжал в Харьков к шульге? Серафимович, кажется. А, Александр Серафимович Лупырь. Директор Бородянского краеведческого музея. Так, Вань, а ну давай-ка мы съездим к этому Лупырю. Собирайся. Клавдия Ивановна, чаю горячего хотел. Ваня, на вокзале за 30 копеек попьешь. Собирайся, угощаю. Ну, раз угощаете, тогда поехали. А, товарищи, добрый день. Здравствуйте. А, экскурсовода сейчас нет, отлучился. Или подождите, или самостоятельно. Мы из милиции. Хорошо, тогда я проведу. Нам нужен Александр Серафимович Лупырь, директор музея. Так, это я, Александр Серафимович. Александр Серафимович, взгляните вот на эту женщину. Она знакома вам? А, хволь, она что? Страшная история. Выжить в таком аду, а сейчас так вот стать жертвой. Но ведь вы сами к ней в Харьков лично ездили, уговаривали приехать. Ну, а как же, меня командировал райком партии. Я вообще отвечал за организацию мероприятия в РАСКе. А она одна из немногих, кто выжил в этом селе. Так одна или одна из немногих? Ну, еще выжили Павленко и Креславский. Креславский, это же ваши участковые, верно? Да. Ну, мы это знаем. А Павленко это кто? Фельдшер. Фельдшер? Так они оба, когда мы приехали, были возле тела. Почему участковый не сказал, что он... Я поняла, поняла, Ваня. Да, так что вы... Участковый, ему тогда лет 14-15 было, у него была желудочная инфекция. Фельдшер лечил. Когда эсэсовцы стали в село сжечь, они успели в лес уйти. Аниси 8 была, где спряталась, не помнит. Но потом вышла и пешком пошла на соседний хутор. Там немцы ее увидели и отправили в Краснобережский детский лагерь. Там фрицы у детей кровь брали. Донорский лагерь. У детского концлагеря в белорусской деревне Красный берег была страшная слава донорского лагеря. Маленьких узников держали для того, чтобы брать у них кровь для раненых солдат вермахта, прибывающих с фронта. В плановом порядке кровь брали из Вены. Было даже специальное приспособление на руке, чтобы каждый раз не искать Вену. Игла все время находилась там. Нацистский персонал в белых халатах не считал свои действия предосудительными. Гордитесь, говорили они детям, вы отдаете кровь немецким солдатам. И как она себя вела во время вашей встречи? Была расстроена и не очень хотела ехать. Да и муж у нее странный. Устроил сцену, будто мы с ней чуть ли не любовники. Я пытался ему объяснить, но она сунула мне фотографии и попрощалась. А что за фотография? Ну, в военном времени односельчане, и она просила вернуть. Я хотел сделать копию для нашего музея. Копию я сделал, а теперь вот снимок-то вернуть некому. А можно посмотреть на этот снимок? Да я вообще могу его отдать вам. Сейчас, минуту. А что до освобождения делали Криславский, ваш участковый, и Павленко-фельдшер? А, так они пешком дошли до Стасева. Это сельцо крохотное. Немцы там не базировались. В общем, местные еще помогли. О, вот. Это август 41-го. Односельчан провожают на фронт. И Анатолий Вульчик уходил. Ну, и с роднёй сфотографировался. Для всех, кроме Анисии и него, это была последняя фотография. Всех немцы сожгли. А вот с этим мужчиной мы знакомы. У него, кажется, еще пальца нет. Ранение на фронте? Нет. Он еще до войны на лесопилке работал. Это там. Пойдемте к Владимиру Ивановну. Спасибо, Александр Серафимович. Да нет, за что. До свидания. До свидания. В Киевской области произошло убийство Анисии Шульги. Девушку убили точным ударом ножа в сердце. Анисия приехала из Харькова на открытие памятника жертвам нацистов. Во время войны село, в котором она жила, было полностью уничтожено. Погибли почти все жители. Выяснилось, убийца выдал себя за журналиста местной газеты и обманным путем встретился с Анисией. Под подозрение попадает ревнивый муж молодой женщины, который следил за ее поездкой в родные места. Федора задерживают, но он уверяет, жену не убивал. Матвей Афанасьевич, сразу как немцы начали раску полить, меня на плечо и в лес. Ничего, ничего, Миша. Нам бы до лесочка добраться. Все нормально будет. Все, все скоро закончится. Про себя ты сказал, что из Радски, а про него нет. Знаете, сколько его отягали после войны? Как спасся? Все спрашивали, почему не сгорел вместе со всеми. Вот я и, чтобы вы его лишний раз не дергали. Как он оказался возле мертвого тела Анисии Шульги? Ну, а кого мне еще звать? Фельдшер первое дело. Ну, и растерялся я, а он мне как батя. Мои-то все сгорели. Вот мы и держимся друг друга. А что же на работу-то сегодня не вышло? А вот сейчас мы его спросим. Дядя Матвей! Дядя Матвей, зачем же ты... Лейтенант Криславский. Сядь, Миша, сядь, 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 сядь. Тихо. Ваня, быстро беги на почту. Срочно вызывай Фессуна и Ховрич. Только тихо. Не обнародуем пока. Понял, сделаем. Ну, а фельдшер, как он в этом мог быть завязан? Вот это тот случай, когда вся необходимая информация уже есть. И для раскатки надо просто сложить головоломку. Как в наливке. Много сока скиснет, мало горечи. А вы верите, что фельдшер Павлинка виновен в гибели девушки? На какого у него бог быть потих? Следы под окнами не его. Ну, а если след не его, значит и отпечаток, скорее всего, не его. Все правильно. Вот вы думаете, Артем, что ничего не складывается. Да? Поверьте мне, все складывается. Клавдия Ивановна, тут что-то есть. Что там, Андрей Геннадьевич? Нож. Буквы какие-то. Помните, я вам про кукри говорил? Ого. Вот это да. Только вот откуда у фельдшера этот кукри? Ну, а это уже интересно. Миш, а ну, взгляни-ка. Видел когда-то такой нож у Матвея Афанасьевича? Нет. Ну, он любил всякие штуки собирать. По крайней мере, нужно на экспертизу отправить, им или нет. Они Сюшельгу убили. Обязательно. Варя, что самоубийство? На шее только одна странгуляционная борозда и все. Я не готова так сразу делать выводы. Время смерти. Не меньше двух дней назад. 16 октября. А это что такое? За оборону Ленинграда. У фельдшера такая была? Я же вам говорил. Не воевал он. Инвалид с детства. Не было наград. Ясно. В военкомате проверим. Значит, говоришь, поселились в другом селе и немцы вас не трогали. Ну что, думаете, он с немцами сотрудничал? Да вы что? Раску сожгли в апреле 43-го. В конце ноября уже наши пришли. Афанасьевич был совестливым человеком. Совестливым? Вот совесть его и замучила. Не верю. Доброе утро, Вань. Доброе. Что это ты так рано? Не спится или жена из дому выгнала? Да я еще не ложился. Жду результаты экспертизы и вот карточку рассматриваю. Погоди. Андрей Геннадьевич, захвати Варю. Подходите. Что ты там рассматриваешь? Помните, что сказал директор музея про отрезанный палец? Ну, что его, кажется, пилой отрезало. Вот. И что? В мирное время человеку пилой отрезало палец. Ну? Что люди делают? Что? Потерпишева отвозят в больницу. Там ему укорачивают до фаланги палец и зашивают. Правильно? Ну, может быть, и что? А вы палец вуйчика видели? Не зашит и до фаланги не отрезан. Нет, ну что тут можно рассмотреть? И потом, что ты хочешь сказать? Что вуйчик, это не вуйчик, что ли? Да, кстати, я еще проверил. Вуйчик воевал на Волховском фронте. Вполне мог получить медаль за оборону Ленинграда. Его это медаль. В военкомате подтвердили. Такая в Бородянке только у него. Ну, и что это получается? Медаль, значит, подтверждает, что вуйчик, это вуйчик. А отрезанный палец, что нет? Очень хорошо. Отпечатки на рюмках и бутылке совпадение стопроцентное. В комнате, где убили шульгу и у фельдшера был один и тот же человек. Фельдшер не сам, его убили. Перед вскрытие обнаружили внутреннее кровотечение. Убийца надавил на сонную артерию, и фельдшер потерял сознание. Ну, умело надавил, затем повесил. Умело надавил. Умело надавил. И нож он этот... Как он? Кукри. Кукри. Убийца мог специально подбросить. Для нас. Да? Вот черт. Что, Вань, что? Так мы же сами перед ним, помните? Скажите, а вы не знаете, у вас в селе ни у кого нету ножа с кривым лезвием? Или серпа? Ножа с кривым лезвием? Нет, ни у кого не видел. А вот серп в каждом доме есть. Варя, каким днем вы датируете смерть фельдшера? 16 октября? Да. В этот же день открывали памятник, верно? Угу. И Вуйчик был при полном параде. С медалями. Точно? Но отпечатков на ноже нет. Это ничего. Ваня, поехали к этому Вуйчику. Андрей Геннадьевич с нами. Сразу пальчики откатаешь? Он или не он? Варя, остаешься здесь, работаешь. Давай, давай, Ваня, давай, быстро. Проходите, товарищи. Чем смогу, всем помогу. Какие вопросы? Опять же, я повторяю, что ничего об этом случае я не могу узнать. Нам бы посмотреть на ваш парадный мундир. Мундир? У меня все награды на пиджаке от костюма. Подойдет. Давайте пиджак. А зачем вам? Вот такие вот у нас следственные действия. Вот. А колодка-то? Ни с какой не перепутаешь. Светло-зеленая с темно-зеленой полоской. А медалька-то оторвалась. И где ж вы ее потеряли? Та, и сам не знаю. И главное, когда. Так глянул, колодки в ряд, а на медаль даже внимания не обратил. А этот палец у вас пилой отрезало? И что? А похоже, что топором и не зашивали, сам зажил. Присядьте, мы отпечатки пальцев у вас возьмем. Какие отпечатки? С ума сошли? Нашли мы вашу медаль. Медаль. Нашли, так отдайте. Зачем бы мы ей отпечатки? И вас не интересует, где мы ее нашли? Где? У фельдшера Павленко, Матвея Афанасьевича. Может быть, странный он был, царство небесное. Но если и нашел медаль, почему не отдать? Правда же? Повесился. Разве нормальный человек будет вешаться? Его убили. Как убили? Руку давайте. Ах! Стоять! Вуйчик убил? Ну, зачем? Ну, если непонятно зачем, то значит не он. Нет, ну правда, ну он же фронтовик, он войну прошел, награду у него есть. Они все, ему тоже какая-то родственница, они не виделись больше десяти лет. Ну, хорошо, допустим, прошлое. Ну, так она же все равно тогда еще была ребенком. Палец. Обрубленный палец. Я помню про этот палец. Он был отрезан на лесопилке еще до войны. Ну, вот именно. Есть вопрос именно в этом. Ой, Артем, я не буду пересказывать. Читайте, думайте. Так, куда бежали? Куда? В райком, чтобы защитили от вашего произвола. Ваши отпечатки были найдены в доме фельдшера и в комнате, где была убита Анисия. Я бывал у фельдшера. Мы с ним дружили. И у Сотниковой бывал. Мало ли, когда мог оставить их. Кровавые отпечатки с кровью Анисии. Ну-ну. Ну, зачем мне ее убивать? Вы узнали, что Анисия передала в музей фотографию с проводом на фронт настоящего Войчика. Вот только вы не знали, что лица Войчика на ней не видно. Видно по искалеченному пальцу. Придумывайте. Давайте, придумывайте побыстрее. Потому что ваш обрубок длиннее, чем здесь. Вырос? Анисе исполнилось семь лет, когда была сделана вот эта фотография. И вы поняли, что есть риск, что если она вас увидит, то не узнает и скажет, что вы не Войчик. поэтому вы ее и убили. Ненавижу вас. Отца в 37-м. Мать. Жена родить не могла. Истощение. Умерла при родах. Поэтому вы пошли служить немцам. Я один? Глаза разуйте. Люди в Киеве их хлебом с солью встречали. Из-за вас вы уж свои в землю пачками вгоняли. Ваше настоящее имя. Войчик Анатолий Степанович. Да. Полный тезка. Не верите? А у нас в Раске Войчик полсела. Вот мне случай и помог. Как же так? И что, никто не выжил? Да, в церковь всех загнали и подожгли. А кто выбегал, расстреливали. А ты? Где служил тезка? А, поносила меня. Ты в каком звании? Почему без формы? А, обокрали меня. Обокрали? Голым оставили? Что-то ты заврался, братец. Пойдем в военкомат вместе на учет становиться. Пойдем. Пойдем. Стоп! Анатолий! Вы мне сейчас не поверите? Нет он на меня со своим странным ножом. Я оборонялся. Потом понял, что могу взять его документы. По ним выходило, что я воевал на Ленинградском, потом на Втором Белорусском. Ну и до Праги дошел. И никто не догадался? До войны меня знал только фельдшер. Всех остальных спалили. А фельдшер не в курсе, где я был во время войны. Сказал ему, воевал. Документы, награды есть. А участковый не в счет. Мозгов бы не хватило допетрить. Я вуйчик, Анатолий. Никакого вранья. И тут вы узнаете, что приезжает в село Анисия. Она ведь могла узнать своего дядю. Прошу прощения, что так поздно. Я быстро. Пару вопросов и в редакцию номер готовить. А может хотите чаю или настойки? Хозяйская есть очень вкусная. А давайте и чай и настойку. Спасибо. Ой, у вас пальца нету. А у меня фотография сохранилась с моего дядьки, когда мы его на фронт провожали. Так вот у него тоже пальца не было. И на фото очень хорошо видно. Судя по навыкам, вы обучались у немцев приемом рукопашного боя. Не было такого. Я думаю, документы подымут в другом учреждении. Фельдшера за что? Он догадался. А красивый памятник открыли? А Ниську только жалко. Толя, ведь это ты девку грох. Ты что, Матвей Афанасьевич? С горы свалился? Толя, это ведь я тебя ночью на дороге видел. Моя совесть чиста. Давай вместе к Мельтонам сходим. Пускай разбираются. Ну? Ну? Ну да, вот. Ай! Рассчитывал, что мы все повесим на него, а с мертвого какой спрос? А оно так бы и было. Медаль. Не только медаль. Отпечатки. И ваш палец. И совсем он не такой, как у того парня, который всю войну прошел и с победой домой возвращался. Стыдишь меня? А знаешь, какой у страха вкус? Когда вот ты есть, а вот тебя немец расстреляет. Да из-за таких, как ты, у страха у тебя. А вот после вкуса смелый ты людей убивать. А вот сам здесь сидишь и трясешься, как зайц. В камеру. Вставай. Чуть больше плохо, чуть меньше тоже плохо. Я понял. На успех отрубленный палец. Подумать только, а ведь мог бы и этот момент учесть. Когда человек совершает нечестный поступок, что-то он обязательно не учитывает. Да. и чем все закончилось? Войчика расстреляли в декабре 54-го года. Натворил он за свою жизнь столько, что хватило ему на две смертные казни. Ну так, настойки? Вы их сейчас готовите? Перестала. Сладость, так лучше компот. Крепость, так лучше с выдержкой. Я понял. Может по коньячку? Я мигом. А что? Можно и по коньячку? Сейчас. Сейчас.